Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Ну что же, начинается программа «Диагноз недели», и я напомню, телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9, если хотите принять участие в разговоре. Если есть у вас вопросы, какие-то замечания, предложения, смело звоните или пишите на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. И, в общем-то, в нашей студии уже появился врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот мы, несмотря на то, что, казалось бы, человеческая цивилизация ушла вперёд, и можно было бы предположить, что да, когда человек был беззащитен перед силами стихии, природы, вот эта тревога о будущем, страх завтрашнего дня, боязнь вот этих четырёх всадников, война, смерть, голод и что-то там, и раздор. Война, раздор, война, смерть, голод и чума. Чума, да. И вот эти четыре всадника, которые всегда символизировали вот эти бедствия, которые могли обрушиться совершенно как будто бы по воле Бога или без всякой вообще на то причины, тем не менее, даже защищённый всеми гаджетами, обладающий вроде бы знаниями и так далее, человек всё равно испытывает беспокойство, тревогу и страх, когда заглядывает завтрашний день, наверное, на эту тему сегодня будет разговор. Ну, почему я об этом вообще задумался? Мысль о всадних апокалипсиях пришла несколько позже. А я опять, вот это я сначала наблюдал, когда была пандемия, которая не кончилась, но перешла в такое вяло-хроническое состояние пока что, я увидел резкий рост уровня тревожности у людей, у моих пациентов, у людей в социальных сетях. А сейчас я подумал, что количество факторов стало пугающе большим. Ну, давайте считать. У нас никуда не делась пандемия, связанная с ковидом. И идёт её новая волна, и новые штаммы, и бесконечные дискуссии о том, вакцина помогает, не помогает, и болеют вакцинирование так тяжело. И по-прежнему, и да, где-то периодически мелькают редкие, правда, но, увы, случай, когда от вакцины есть тяжёлые побочные эффекты. Это редкость, но они есть, и это тяжело. Ну, и сейчас все в один голос говорят, что осенью, к сожалению, нас ожидает ещё одна волна, уже говорят о новых штаммах, против которых бессильны прежние вакцины, то есть опять всё обнуляется, и начинается, на колу мочало, начиная с начала. Да. Второе, что до нас пока не добралось, но уже ВОЗ объявила об эпидемии обезьянь и оспы, о которой пишут, что она намного легче, чем ковид, от неё редкие смертельные исходы, но, тем не менее, это какая-то новая, совершенно неизвестная болезнь. Оспа вообще звучит пугающе, потому что все исторические воспоминания об эпидемиях оспы все когда-то, в этом хоть краем уху, но слышали о том, что было, пока они придумали вакцинацию от оспы. То есть у нас две пандемии, одна уже есть, а вторая маячит на горизонте. Дальше. У нас добавился фактор войны. Ну, вот он есть. Можно назвать это как угодно, но это война, которая нависает над нами. И мы неоднократно говорили в наших передачах, это и страх любого человека, связанный с войной, это и страх о том, что будет дальше, это часто повторяемые вещи, что следующая мишень – это Прибалтика. Может, верить или не верить, но явно спокойствие это не прибавляет, даже если ты в это не веришь. Ну, и мы даже вот слышим от туроператоров постоянное признание, что боятся люди из Европы приезжать в нашу страну, потому что они считают, что мы находимся на границе боевых действий, и, ну, как бы объединяют эти все угрозы, и считают, что, ну, тоже вот пока лучше приезжать. Вчера я гулял по улице Йомас, и очень много звучало самых разных иностранных языков, поэтому, возможно, не так все страшно. Дальше. Голод. Ну, я хочу вам напомнить, как только началась пандемия, люди начали сметать гречку, соль и почему-то туалетную бумагу. Это интересный предмет первой необходимости. Ой, я читал интересную теорию. Говорят, что китайцы просто использовали рулоны туалетной бумаги для того, чтобы через эту бумажку открывать, ну, ручки двери и сразу ее выбрасывать. А просто туалетная бумага, она очень удобна, что, ну, и размер подходит под ладонь, и легко отрывается. А люди, ну, заметив вот эту тенденцию китайцев, ее каким-то образом перенесли, что решили, что это предмет первой необходимости. Пяти тысячелетняя цивилизация зря делать не станут. И вот таким образом это распространилось вот по всему миру. Ну, есть такая просто вот теория, что... Есть. Но все-таки над людьми какой-то страх, что все кончится, продовольствие, он маячит. И люди покупают, начнут скупать какие-то продукты, ездят, что с ними потом делают, закупив вот таких количеств, но тем не менее. Но именно вот их закупая часто, они создают дефицит, потому что это, в принципе, было рассчитано на долгий спрос, а тут внезапный спрос. Как будто бы все бросились снимать деньги со счетов, и это может вызвать действительно нехватку счетов. И точно так же гречка может исчезнуть, но никто не думал, что каждый второй бросится ее покупать. Никогда не нужно было. Кроме того, как мы сейчас читаем, Россия, Украина, основные поставщики зерна, поставки в мир прекратились, где-то тоже какие-то ограничения с продовольствием, и тоже как будто такой страх, а вдруг что? А вдруг чего-то не хватит, что мы будем есть? То есть, у нас же прозвучало три всадника. Эпидемия, война и голод. Ну и четвертый всадник смерти имеет отношение ко всем вышеперечисленным. То есть, наверное, смерть, которую боятся все, в принципе, которое как-то неизбежно по отношению к любому человеку. Очевидно, как бы люди не мечтали тысячелетия бессмертия, не сочиняли бы там сказки, легенды. Кстати, во многих вариантах люди, становившиеся бессмертными, были не очень счастливы от этого. Казалось бы, древняя история, какое отношение она имеет к нам? Давайте немножко приземлимся. Библия, апокалипсис, не все откровения Анны Богослова читали, это понятно. Но, знаете, упростим до бытовых понятий. Человек живет в современном городе, у себя в доме. Он вдруг узнает, что соседние дома начинают гореть. Вокруг пожары. Кстати, то, что сейчас в Европе происходит, из-за этой жары повсюду пожары. Людей эвакуируют, сказал, в прекрасных курортных мест. Люди бегут, люди задыхаются от дыма и так далее, и так далее. Дальше человек узнает, что в районе орудует какой-нибудь убийца или банда преступников, которые грабят, нападают, убивают. Его не затронул, но где-то неподалеку, в плохом районе, на плохой улице или в другом городе. Дальше человек узнает, что вот в соседнем городе или в соседней стране, от него, не знаю, в 500 километрах идет война. Дальше человек узнает, что вокруг начинают кончаться продукты. Вот они, ну, прочел очередь, люди кинулись покупать, значит, и мне надо. Что делать? Дальше человек, ну, страх смерти ко всему этому, естественно, это отношение. Так вот, если мы все это сводим до ощущения человека и окружающего мира, не того, что на страницах интернета или по экрану телевизора, а в реальности. Если мы себе это представляем, давайте себе представим, как себя чувствует человек, которого вокруг опасность, которому всеми угрожают то преступники, насилие, убийства, то стихийные бедствия, то разгоревшиеся неподалеку какие-нибудь болезни, что всех косит, все болеют. Человек получает же не точную информацию, человек получает информацию официальную, которую не всегда верит. Человек получает огромное количество слухов, пугающих и ужасных. Мне всегда было интересно, кто же их сочиняет. Где-то же есть кто-то их придумывает. Теперь давайте представим, что чувствует вот такой человек, что с ним в этот момент происходит. И это, в общем-то, человек и есть все мы. Есть все мы, находящиеся под шквалом информации. Тревожной информации, страшной информации, которую мы волей-неволей применяем на себя. Если мы узнаем, что разгорелась эпидемия, не знаю, чумы в Монголии, это где-то далеко. Если мы узнаем, что это какая-то резня, допустим, как когда-то было в Африке, хуту вырезают тутси, конечно, ужасный миллион погибших, но это где-то там у них, за океанами и так далее. Если мы читаем о преступности, условно, в Гарлеме, каких-нибудь плохих, тяжелых, это тоже как будто не про нас. Но когда все это к нам приближается, когда вся эта тревога нас начинает окружать, как смок такой опускается на город, и мы этим дышим, такой информационный смок, какой угодно. Ну, естественный и понятный отзыв, отклик в этой ситуации – это нарастание тревоги, страха и агрессии. Ну, антидепрессанты обычно прописывают врачи. Да вот не так все просто. Если все население начать кормить антидепрессантами, это так себе идея, во-первых. Во-вторых, антидепрессанты лечат депрессию, если она есть антидепрессанты. Антидепрессанты лечат чрезмерную тревогу. Но если у людей просто обоснованная тревога, у человека, у которого что-то в семье тяжелое случилось, антидепрессанты могут слегка облегчить ему переживания, но они их не уберут. Если это вокруг происходит, условно говоря, все жители блокадного Ленинграда кормили бы антидепрессантами, в реальность это сильно им помогло бы. У нас есть тревога, у нас есть страх, и как реакция на тревогу и страх у нас зачастую возникает агрессия. Деструктивные эмоции, возникающие внутри нас, ищут выхода. А прекрасный выход – это гнев. Ну как, он кажется прекрасным, наверное, эти эмоции нас бы могли разрушать изнутри. Но нам нужен какой-то канал, куда их направить. И агрессия, которая направляется вовне, принимает самые разные формы. То есть, четыре всадника апокалипсиса скачут по нашей планете, и где-то неподалеку от города каждого из нас, и нам надо что-то с этим делать. Ну, что делать с агрессией? Нужны же всегда виноватые и враги. Нужны с кем можно сразу. Причем, даже не так уж важно, они на самом деле виноваты. Или с своей точки зрения виноваты. Или еще почему-то. Ну, наверное, такой, с какой-то точки зрения, самый безобидный клапан для этой агрессии – это социальные сети. Это социальные сети, где… Комментарии. Да, где люди могут писать все, что угодно. Где люди… Но возьмите на сегодняшний день любую тему, хоть как-то имеющую отношение к политике, и выйдите-ка в комментариях, люди друг друга поливают грязью, желают сдохнуть. То есть, как будто теряют полностью любые рамки. Потому что вот оно пока что… Ну, есть шанс, что тебя, если перестараешься, тебя за что-нибудь заблокируют, или какой-нибудь Фейсбук тебя остановит. Но пока этого не происходит, люди пишут. Мне очень интересно, что очень многих людей блокируют, они пишут, там, отправлен на месяц в бан. Они возвращаются, начинают с той же точки, и проходят недели, и их опять куда-нибудь отправляют. Ну, люди же хорошо, они хитрые, у них есть какие-то запасные аккаунты, они находят другой путь, выплескнуть агрессию, и не выплескнуть, и они не могут. Конечно, есть самый простой способ объяснения. Я люблю говорить правду. Я хочу донести правду до окружающих. Но, наверное, это хорошее объяснение для себя, почему я имею право злиться и ненавидеть, и что я буду делать, если я не буду злиться и ненавидеть. Что же мне тогда делать со всем этим? Куда же это всё тогда направлять? То есть мы имеем уникальную ситуацию, когда совпало столько тяжёлых факторов, что у нас, мне кажется, есть действительно основания переживать за ментальное здоровье целых народов. Если, как мы только что говорили, люди выплёскивают агрессию пока что только на странице социальных сетей, с одной стороны, а с другой стороны, если такая агрессия копится, мне кажется, не ограничивается только социальными сетями обычно. Это рано или поздно находит другой выход. Вы заметьте, стрельба в Америке – это известная история, периодически повторяющаяся. Но даже для Америки сейчас стало этого слишком много. Это чуть ли не каждые две недели появляется информация о новых расстрелах. Мирное, спокойное Дания, в которой тоже не так давно была какая-то стрельба. По-моему, где-то то ли в Швец, то ли в Норвегии тоже была стрельба в Кита очень спокойных странах. В Норвегии, там был Брэйвик, который о многом заставил задуматься вдруг, откуда вдруг берется этот дух скандинавских берсерков, которые вдруг в селях человек начинают убивать всех без разбора. Но, мне кажется, все происходящее всегда нас должно очень настораживать. и задаваться вопросом, что же мы можем с этим делать. Потому что, если мы посмотрим события в рамках истории, всегда сочетание нескольких факторов, неблагоприятных одновременно, приходит к плохим результатам. Ну, например, в великой чуме XIII века, по-моему, которая выкосила по разным данным от третьей до половины населения Европы. Четверть, треть, половина разные источники по-разному говорят. В великой чуме предшествовал голод. Предшествовал не урожай, а войны все время были, в то время были повсеместные. Это не было ни для кого новостью. то есть сначала голод, люди и так с ослабленным иммунитетом, и на все это еще падает чума, которая приводит к невероятным потрясениям, к вспышкам агрессии, люди ищут виноватых, люди начинают их истреблять, причем виноватым могут быть евреи, врачи, еще какие-нибудь злые колдуны и заговорщики, то есть агрессия, страх выливается в агрессию, а агрессия направляется на кого-то. Ведьмы, да, у тебя знаменитые процессы. Да. Поэтому вот у нас возникает вопрос, что со всем этим делать. Давайте разбираться. У всех у нас возникает тревога в этой ситуации, это понятно. Наверное, надо быть просветленным буддистом, которого впереди еще по его ждут множественные перерождения или святым, или еще каким-то, что ты бесстрастно взирал на все это. Это бесстрастно взираешь и понимаешь, ну так оно и есть. Ну, я мало в своей жизни встречал просветенных и святых людей, практически не встречал. Тревога возникает у меня, у вас наверняка, и еще множество окружающих нас людей. Даже у политиков, которые тоже переживают на самом деле, если следить за их аккаунтами. Политики, да проститься, никогда следишь за их аккаунтами, любые искренние всплески даже, когда у меня вызывает вопрос, интересно, зачем вам это понадобилось, и к чему это, и ждет ли он следующей избирательной кампании, или еще чего-то. Переходим к тому, что у всех у нас изначально, еще до начала всех тех ужасных событий, есть свой уровень тревоги, базовый, возвращенный, с самого детства у каждого есть свой базовый уровень тревоги. У кого-то он ниже, у кого-то он выше. Вот те люди, у которых он выше, те люди, которые и без того на протяжении всей своей жизни склонны переживать и тревожиться обо всем. Отчетные какие-то нужно сдаться, как что-то важная встреча, собеседование, экзамен. Что угодно. Работа, мелочи какие-то дома, неубранная квартира, здоровье близких и тому подобные вещи. То есть желание бесконечно все контролировать, чтобы все было хорошо, чтобы все было безупречно. И таких людей много. Но теперь давайте представим, что вся эта ситуация падает на этих людей. Все, что вы поставите соревноваться в беге на 100 метров, выстроите 5 человек на беговых дорожках, только из них из 5 двое уже бежали неделю просто. Они уже стоят измотанные. И вот этот усталость от бега, она у них уже на старте. Они уже в неравных условиях, им уже тяжело. Далее. Есть люди, на которых эта ситуация сказалась объективно. Есть люди, на которых это сказалось на доходах. есть люди, которые и так в общем-то живут небогато. А сейчас же что мы всюду читаем? С осени отопление подорожает в два раза, в три раза, в четыре раза. Электричность подорожает во столько-то раз. Вряд ли всех призывают быть экономными. Даже в Германии, где более благополучная экономика в Европе, чем в Германии. И то, какой-то концерн, занимающий отопление квартир, уже объявил, что зимой будет поддерживать отопление в квартирах ночью не выше 17 градусов. Что для немцев, наверное, если не возвращение ко Второй мировой, то что-то вроде этого. По-моему, очереди выстраиваются просто за углем для того, чтобы топить печки-буржуйки, и все пытаются запастись. У нас между тем смотрю, кто-то пытается дозвонить. Здравствуйте. Добрый день. О, Лариса, я рад вас слышать. Спасибо, я тоже рада вас слышать. Я хотела свою маму вспомнить. У нее постоянно была тревога за меня и за брата. Девочка может попасть в какую-то историю, я уж не говорю, какие истории с девочками могут быть. Мальчик попадет или в драку, или еще чего-нибудь. Потом эта тревога перешла на внуков. И вы знаете, иногда это для нас даже было как-то тягостно. Ну, какие-то, вот где ты была так долго и на брата. Очень вот эти тревожные люди, они все-таки действуют на окружающих. Спасибо. Действуют. Спасибо, Лариса, вы абсолютно правы. Тревога такая вещь, которая с одной стороны действует на окружающих как вирус, который передается. И опять, у кого-то иммунитет посильнее, у кого-то послабее к тревоге. Люди с сильным иммунитетом против тревоги могут потревожиться чуть-чуть или не воспринять, или как-то суметь отстраниться. А люди без иммунитета против тревоги очень будут впечатлены. Кроме того, тревога передается не только окружающим, она еще и передается из поколения в поколение. То есть, дети, выросшие среди невероятно тревожных родителей, естественно, тоже тревожны. Это очень частая история, когда приходят пациенты, и мы начинаем знакомиться, и разговаривать, что происходит. И говорят, ну да, у меня мама такая же была тревожная. Или мама с папой были очень тревожны, и я в этом вырос. То есть, воспринимать мир как полной опасности для меня абсолютно естественно. Далее. То есть, мы пришли к тому, что есть люди более уязвимы против тревоги. И что здесь важно? Мне кажется, то, что мы делаем на терапии, и то, что, в общем, наверное, уже при нынешнем уровне информированности каждый человек, который о себе знает, что он тревожен, что он уязвим, ну, я не знаю, я, допустим, знаю, что у меня аллергия на животных, поэтому, если я оказываюсь, там, иду в гости, где есть собаки или кошки, я должен заранее принять лекарство. Или не ходить. То есть, я знаю, что у меня есть вот эта вот ахиллесова пята. Есть люди, у которых проблемы с давлением или с сахаром, они тоже должны предпринимать соответствующие меры защитные. Так вот, тревога – это такая же серьёзная проблема, такая же уязвимость человека, уязвимость на всех уровнях, от соматического до психологического. То есть, тревожный человек, если он знает о себе, что он тревожный, если он знает, что его реакция на любые события гипертрофирована, он в состоянии себе напомнить об этом. И об этом тоже мы чествуем с своими пациентами. Но если ты осознаёшь себя как человека тревожного, это даёт тебе уже некое непреимущество, но возможность сказать себе стоп, ты же знаешь себя. Тебе сейчас опять будут рисоваться страшные картины, будет колотиться сердце, а то может какая-нибудь паника начаться. Напомни себе, что ты такой, что ты воспринимаешь все проблемы чрезмерно, обострённо, и в твоих силах есть ты, знаете, кто предупреждён, тот вооружён. Примонитус, примонитус. Если ты предупреждён, знаешь себе, что ты уязвим для тревоги таких печальных событий, значит, ты уже в состоянии себя как-то уберечь, начиная от того, чтобы напомнить себя, и кончая тем, что ты носишь в кармане какую-нибудь таблетку, что-нибудь успокаиваешь, что и стоит разжевать, сунуть под язык, чтобы тебя в ближайшее время отпустило. Но в долгосрочной перспективе если человек чрезмерно тревожен, тебе надо с этим как-то работать, что-то делать, чтобы эту тревожность взять под контроль, начиная от релаксационных, дыхательных упражнений, каких-то практик, и кончая той же психотерапией. У актеров, по-моему, есть страх перед выходом на сцену, тоже такая распространенная тревога, когда они боятся психологически, должны преодолеть какой-то барьер. Наверное. У кого-то есть, кто-то наслаждается, но какое-то волнение перед выходом, наверное, оно всегда присутствует. Человек это воспринимает серьёзно свою работу. То есть, первое, что мы можем сделать, зная свою тревогу, начать с ней как-то работать. То есть, заранее решая эту проблему, или, по крайней мере, когда ты тяж дыхание и перехват от плохих новостей, успеть в буквальном смысле слова перевести дыхание, спокойно, медленно, глубоко подышать, вернуть мысли в порядок и как-то остановиться. Далее. У нас всегда, особенно сейчас, вот этот вот хаос. Мы путаем уже свою жизнь с чужими жизнями. Мы путаем события, происходящие за тысячи кентров от нас. Мы воспринимаем как нечто очень личное. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Есть люди, которые... Люди могут сказать, а что же мы, мещане, что ли? Сидеть, заниматься только своими делами, только своей семьей и носами восставить. Это же мещанство. Надо занимать активную жизненную позицию. Чему не сочувствуешь голодающим детям Кении, например? Много чего. Много чего. Вот недавно было на «Медузе», по-моему, выложено интервью известного ученого и человека крайне левого взгляда в Нуамо Хомски. Такой известный мыслитель, известный ученый. И он разговаривает о войне Украины с Россией, подчеркивает, что он категорически против, считает ее ужасным преступлением. Но он спрашивает интервьюера, журналиста, который с ним разговаривал. Он говорит, как-то ужасно переживает. Говорит, скажите, а когда вы прочли, что Америка ввела войска в Ирак, вы также переживали? Говорит, нет, ну это же не совсем. Ну как, Америка напала на независимое государство, захватила его, погибли тысячи людей. Вы также переживали? Нет, честно, сказал журналист. Дальше они обсуждают, почему же нет? В чем разница между этими потоками информации? Вот мне кажется, иногда мещанская оппозиция хорошая оппозиция. Сострадание людям хорошая вещь, хорошие чувства. Но путать сострадание с потоком тревоги и агрессии, мне кажется, это ошибка. Мне кажется, это ошибка. Поэтому, когда мы начинаем четко разграничивать, где наша жизнь и где поток информации, это очень важно понимать ту самую границу. У нас возникает следующий вопрос, когда вот этот мы слышим стук копыт всадников апокалипсиса, что мы можем сделать с этим реально? наверно. Наверное, первое, что мы все хотим сделать, и можно сказать, здоровым эгоизмом, как угодно, мы хотим защитить себя и своих близких. Поэтому многие кидаются скупать лекарства, делать запасы еды, ограничить себя в расходах и так далее, и так далее. Понятные вещи. Второе, что мы наверняка можем сделать, это задать себе вопрос, чем реально я в данный момент могу кому-то помочь. О себе и о своей семье я уже позаботился. Что я могу сделать дальше? Наверное, мы понимаем, ну, тут дальше делает выбор каждый сам за себя. Кто-то запиться в добровольцы едет в Украину воевать, допустим. Кто-то записывается в волонтеры и едет не воевать, а едет помогать. Едет помогать беженцам, там, где разруха и так далее. Я лично знаю людей, которые поехали в лагеря беженцев на границе с Польшей, Украины и Польши или в Украине, и они там чем могли помогали. И у нас тоже прекрасно на автовокзале просто вот люди приходили, там организовывались, чтобы тем беженцам, которые приезжают и оказывается просто вышли из автобуса в незнакомом городе найти кров, убежище, даже просто их покормить, потому что они долгий путь проделали без еды и без воды. Вот есть другой выбор. Я встретил не так до одного своего знакомого, человек уже в возрасте, я спросил как ваши дела, он мне сказал совершенствуюсь в искусстве ненависти. Я ненавижу, я к себе это чувство ощущаю, усиливаю, я перевожу деньги в Украину именно боевым частям на нужды армии. Тоже выбор человека. Вот он таким образом считает, что он способствует победе добра, наверное. Мне почему-то кажется, что уже будучи в преклонных годах наполнять свою себя и свою жизнь ненавистью так себе занятие. Ненависть выжигает. Ненависть это, ну, не знаю, вот как камикадзе, который таранит чужой корабль и сам погибает. Или кто-то обвязавшись гранатами кидает под вражеский танк. Ненависть разрушает. Мы же знаем, что вот все классические истории, сюжеты, исторические, литературные о мстителях, мститель обычно тот разрушает сам себя. Есть редкие художные исключения типа графа Монте-Кристо. И то, как мы знаем, реальный прототип графа Монте-Кристо все было совсем не так хорошо. Да, кто-то выбирает ненависть, наверное, это осознанный выбор. Не знаю, задается ли человек вопросом, во что ему эта ненависть обойдется. чем он сам за это будет расплачиваться. Ну, это выбор каждого, и я этот выбор не одобряю, но уважаю, скажем так. то есть сострадание и изменение этого мира к лучшему, мне кажется, это прекрасный канал, куда может уходить тревога, и уж точно это противоядие от агрессии. Еще раз, агрессия, ты считаешь дело, не важно, Украины или России, ты считаешь его справедливым, ты едешь стражаться за него с оружием в руках, ты имеешь полное право, не знаю, опять думаешь, что последствия или нет, но есть люди, кто выбирает путь солдата, и они воюют. Но если ты понимаешь, что агрессия это не твое, или агрессия, которую ты бесконечно выплескиваешь на страницах социальных сетей и распространяешь вокруг себя, не приносит ничего хорошего, она как та же пандемия, она как вирус, который заражает всех вокруг, и когда вот эта вот полыхающая вокруг агрессия, она обязательно будет прорываться в быту, еще в чем-то, потому что люди переполнены этим не могут так жить, они это будут каким-то образом реализовывать. Это, наверное, я, например, из тех людей, которые выбирают скорее помощь страдающим, помощь тем, кому можно как-то облегчить жизнь, помочь справиться с проблемами, неважно, моими профессиональными знаниями, или деньгами, чем угодно. Далее. Что еще мы можем делать в этой ситуации? Я в последнее время очень увлекся философами-стоиками. Всем желающим порекомендовать есть книги, они можно скачать везде. это эпиктет беседы, это Синека нравственные письма к Луцилию, и это Марк Аврелий наедине с собой. Все разные люди, эпиктет бывший раб, Марк Аврелий римский император, Синека интеллектуал, достаточно богатый человек, но вот к идеям стоицизма как-то свой подход. Вот эпиктет постоянно подчеркивает, что мы должны осознавать, что в мире есть вещи, которые зависят от нас, от нашей свободы воли и не зависят. Вещи, которые мы можем повлиять, которые мы не можем повлиять. И он говорил о том, что вещи, которые ты повлиять не можешь, зачем ты из-за них переживаешь, если это не в твоих силах. А вот вещи, например, на свете есть смерть, и мы с этим справимся. Мы знаем, что она будет, мы знаем, что мы умрем рано или поздно, мы можем лечить всякая необходимость и так далее. И еще множество вещей. И к этому надо относиться, как говорит эпиктет, спокойно. А вот к вещам, на которых твоя свобода воли влияет, надо очень внимательно. Надо соразмерять себя некоторым нравственным идеалом. Ну, например, эпиктет все время с идеей Бога. Он на себя как, чего от тебя ожидает Бог, быть честным, совестливым, порядочным и так далее, и так далее. Если твои какие-то жизненные интересы мешают тебе быть честным, совестным, порядочным, ты должен пренебречь этими жизненными интересами. Это твой осознанный, свободный выбор. Эпиктет все время тех, кто выбирал неверный путь, называл рабская ты душонка. У него такое резкое выражение. Вот. И вот мне кажется, этот подход ощущения, что у нас есть свобода воли, это очень важно осознавать. да, у нас сейчас времена, когда мы живем во времена, когда мы знаем, что есть психоанализ, психотерапия, у нас есть структура личности, у нас есть бессознательный опыт с детства взятый, который неосознанный, тоже на нас влияет, то есть не все подчиняется нашей воле, но даже при всем при том, когда люди говорят, что от меня хотите, ну так меня вырастили, это тоже такое некоторое лукавство, помните обыкновенное чудо, король Леон, ну что там, дедушка мой отравитель, бабка отравитель, отец тиран самодор, ну а что от меня хотите, вот это они во мне говорят. У нас есть свободная воля осознавать, где в нас говорит дедушка тиран самодор, или бабка отравительница, или еще кто-то, можно все это распознавать. И вот в этих ситуациях, когда вокруг скачут всадники, бушуют бедствия, войны и так далее, и так далее, даже сквозь весь этот грохот информационный шум, мы можем расслышать, на что мы способны повлиять, как мы хотим на это повлиять, и как бы мир не рушился, есть вещь, которая целиком в наших силах. Но, опять, чтобы это распознавать, что сближает все это с психотерапией, надо честно, без хитростей вслушиваться в себя, быть очень честным с собой, не обманывать себя, не обманываться на свой счет, это работа. Мне кажется, что когда мы осознаем пределы наших возможностей, поводы для тревоги как-то уменьшаются. Вот это я могу, а это я не могу. Вот на это я в состоянии повлиять, а это вне моих компетенций, о чем мне в этом тревожиться. Древний подход, ну, кстати, вот стоицизм лег в основу христианства, одна из состоящих христианства. Если почитать труды стоиков, очень много перекликается с христианством. Вот, поэтому завершаю сегодняшнюю передачу. Есть апокалипс, он наступает или нет, или нам мерещатся эти всадники, может, их призраки пока что, кто его знает. Есть наши тревоги и страхи, есть наша способность вслушиваться в себя, понимать себя, осознавать себя и делать по возможности осознанный выбор. И, наверное, на этом пути есть ответ и выход из этой ситуации. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Слушайте радиоболтком.